Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиев принял делегацию Всемирного банка во главе с вице-президентом Анной Бьердой, находящейся в нашей стране в рамках программы Ташкентского экономического форума. На встрече были обсуждены вопросы реализации приоритетных проектов стратегического партнерства Узбекистана с этим ведущим Международным финансовым институтом. С удовлетворением отмечены практические результаты взаимодействия за период после визита делегации банка в нашу страну в мае этого года. В частности, было принято и в настоящее время успешно реализуется совместная дорожная карта, сформированы рабочие группы по основным направлениям сотрудничества. Одобрено предоставление льготных займов на сумму 540 миллионов долларов для реализации проектов по развитию средних городов, модернизации электроэнергетического сектора, улучшению налогового администрирования. В целом, текущий портфель сегодня включает 26 проектов с привлечением финансирования Всемирного банка на сумму 4,8 миллиарда долларов. Рассмотрены также результаты совместной работы по подготовке методологических основ борьбы с бедностью, поддержке инвестиционных проектов частного сектора, продвижению реформы государственных предприятий и развитию солнечной энергетики в Узбекистане. Отмечена эффективность страновой платформы и сотрудничество с международными финансовыми институтами, запущенной по инициативе Всемирного банка. Вице-президент Анна Бьерде высоко оценила ход проводимых реформ в новом Узбекистане, которые, по ее словам, приобрели необратимый характер. Подчеркнута готовность Всемирного банка расширить поддержку преобразования нацеленных на повышение уровня и качества жизни населения в стране. В ходе беседы достигнута договоренность о подготовке и принятии новой пятилетней страновой программы сотрудничества. В качестве приоритетов обозначены такие стратегические направления, как сокращение бедности, поддержка образования и социальной сферы, цифровизация и переход к зеленой экономике, продолжение трансформации госпредприятий, ускоренная индустриализация и модернизация инфраструктуры в регионах, интенсивное развитие сельского хозяйства, в том числе путем широкого внедрения инноваций и передовых технологий капельного орошения. Была поддержана инициатива представителей Всемирного банка о формировании новой многосторонней платформы диалога женщин-предпринимателей в регионе. Рассмотрен график предстоящих мероприятий и контактов, а также согласованы первоочередные шаги по ускорению совместных проектов. Это мой второй визит в Узбекистан. На прошедшей встрече с президентом мы говорили не только об экономической трансформации Узбекистана, но и о новых возможностях для населения начать предпринимательскую деятельность. Глава государства озвучил свои взгляды и планы по реализации этих инициатив. Поддержал также инициативу президента Всемирного банка. Результаты сможете увидеть по итогам совместных проектов.